Майкл шел через холл к лифту и люди провожали его взглядом. Было в нем что-то позитивное. Этот человек притягивал внимание окружающих. Людям казалось, что они видят какую-то знаменитость, возможно, кинозвезду. Лежа на кровати в номере, Майкл задумался, что же с ним все-таки произошло. Он себя отлично чувствовал, ни о чем не волновался. Совершенно четко знал, что завтра же найдет новую работу. Да, он уверен, что найдет работу за один день в Лос-Анджелесе, потому что знает себе цену. Майкл уже предвкушал новые встречи, новые общения, головокружительную карьеру. И тут произошло невероятное. Он вспомнил о Шерли, свою шашу любви, и не испытал боли. Не было ни острой тоски по утраченному, ни жалости к себе, ни желания спрятаться от всего мира. Майкл даже поморщился, вспомнив свои недавние настроения. Фу, как можно себя так вести? Ведь она всего-навсего выполняла в условии нашего контракта. И я несу такую же ответственность за все эти события, как она. Ну и но. Что он говорит? Но ведь это правда. И тут Майкл сделал то, что еще несколько часов назад было просто невозможно. Он подошел к телефону и набрал хорошо знакомый номер. Майкл, что с тобой случилось? Так сразу не расскажешь? Может быть, в другой раз поговорим. Пока. Майкл? Или это кто-то так пошутить решил? Майкл повесил трубку. В душе царила необычайная безмятежность. Он закрыл эту часть своей жизни и был несказанно рад. Ее голос не пробудил в нем никаких негативных чувств. Появилось только ощущение, что дело завершено и можно двигаться дальше. Майклу и самому все это казалось странным. Что-то изменилось. Он совершал поступки, которые совершенно не в характере старого Майкла. Он отчетливо ощущал энергию текущего момента и совсем не беспокоился по поводу того, что собирается ночевать в отеле за 100 долларов в сутки. Он был абсолютно уверен, что легко оплатит пребывание здесь из всех денег, которые заработает на новом месте. А ведь он еще даже не начал искать работу. Нет, это не старый Майкл. Это текущий Майкл. Исполненный чувство собственного достоинства и знающий, как работает Вселенная. Было такое ощущение, словно он родился заново и обрел все здоровые ощущения, которые свойственны довольному своей жизнью человеку. По спине пробежали мурашки. И Майкл каким-то образом понял, что они означают. Он подошел к двери номера и распахнул ее. За порогом стоял его друг Джон. Майкл рассказал о разговоре Ширли и о планах сменить работу, о своем новом взгляде на жизнь. Он красноречиво рассуждал о том, что истина всегда побеждает, а прощение и честность помогают обрести покой в жизни. Те вещи, которые Майкл раньше подвергал яростным нападком, теперь он обсуждал спокойно, допуская различные мнения. Он говорил о том, что человек не обязан безропотно принимать то, что дарует ему судьба, и о том, что каждый сам создает свою реальность. Джон молчал. Он испытывал самое настоящее потрясение. Джон все слушал и слушал своего друга. За обильным ужином, и за десертом, и за кофе. Он словно попал на какую-то лекцию по практической психологии. И слова друга по-настоящему запали в душу. Наконец, когда род Майкла был занят пирожным, Джон спросил. «Послушай, Майкл, у тебя что, была клиническая смерть или что-то в этом роде?» Джон спрашивал совершенно серьезно. Ведь еще накануне Майкл не в грош себе не ставил, постоянно хандрил, был готов умереть на помойке и нежно лелеял свои страдания. «Нет, Джон, скорее это была клиническая жизнь». Друзья рассмеялись. Напряжение спало. Шутки шутками, а Майкл и сам уже ломал голову над тем, что же с ним все-таки произошло. Он пока еще не готов был утверждать, что его видение совершенно реально, но теперь ему нравилось жить. Джону не хотелось расставаться с другом. Окружавшая Майкла энергия благотворно действовала на Джона, и он это чувствовал. Он даже решил и сам найти другую работу. Майкл убедительно говорил, что Джон заслуживает большего, и он согласился. Позитивное отношение к жизни в одушевлении Майкла передалось он Джону. Хорошее настроение очень заразительно. Что же касается всяких возвышенных мыслей, то Джону не были в новинку, но слушал он с интересом. Они пробудили в нем ощущение, что он чего-то стоит. Казалось, что Майкл живет где-то в другом мире. Или, возможно, он живет по-прежнему здесь, но исполнился какой-то неземной безмятижности и любви к человечеству. Он никого не осуждает. Он счастлив. Надо же, какой парень стал. До чего изменился человек. Редактор субтитров А.Семкин